Марина Юрьевна, вот мы примерно с основными правилами игры столкнулись и давайте сейчас подойдем к описанию конфликтной ситуации более предметно а потом сделаем перерыв, потому что она очень непростая давайте распределять роли Марина Юрьевна, я хочу, чтобы вы взяли на этот раз на себя роль медиатора отважились ну давайте, конечно нормально, да? вот после этого небольшого вступления, я думаю, что вы вполне справитесь с ситуацией потому что надо разрешать ее не только с юридических позиций но главное, с позиции здравого смысла очень надеюсь, что вы... я его изыщу где-нибудь что вы не будете робеть перед сложными нормами закона Марина Юрьевна, то есть Ольга Владимировна, можно вас попросить взять на себя роль изобретателя? да, вот только я бы хотела пояснений небольших потому что у меня непонятное такое ощущение создалось откуда изобретатель этот появился, когда пришел Васильев вот это... Васильев имеет отношение к изобретателю или нет? меня на путанице произошла в сюжете в сюжете вы имеете ввиду термофор, который мы смотрели? да, я и сюжет посмотрела, потом в пособии прочитала весь материал и некоторые сомнения появились, откуда этот изобретатель появился, в какой момент да, и какое отношение он к этому Васильеву ставил там исторически это... вот как складывалась ситуация на самом деле было два изобретателя печей мы их называем... напомните, пожалуйста, как же мы... благопроводами благопроводами поскольку эта статья была опубликована в свободной печати мне показалось, что название довольно удачное это взято из Танислава Лема от слова благопровод в каждый дом, понимаете, да? так вот, производитель печей производил завод исходный, который благофор в последствии стал благодарным каким образом он стал благодарным? поскольку товарный знак не зарегистрирован а бывший сотрудник ушел в одноименную компанию, также создал благофор и быстрее зарегистрировал товарный знак получил на него даже несколько свидетельств которые отдельно названия в словесной форме в графической отдельные элементы товарного знака вы понимаете, он со всех сторон как будто в государственную границу несколько степеней защиты очень трудно возразить поэтому... вот когда... это же вот мы говорим о Васильеве, да? который стал учредителем в 2001 году и он же в это же время работая в Благодаре зарегистрировал уже на себя этот знак да? он работал уже на себя зарегистрировал, да так а есть еще свободный изобретатель частное лицо на рынке он производил благопроводы класса люкс помните? вот я Вам предлагаю роль изобретателя благопровода класса люкс это тот самый изобретатель сюжет о котором был снят в телекомпании он укреплял на каждой печи изображение товарного знака в виде носорога помните? и вот это изображение в виде носорога свободно без всякого спроса лепили на печи конкурентов только носорог был немножко размытый размытый и похоже на свинью по результатам нашего занятия я Вам покажу эти товарные знаки но такое чувство как будто носорог просто объелся он похож что-то среднее между свинью и носорогом смотря как смотреть вот предположим что Вы выпускаете носорога хорошего и печи класса люкс а я Вам подложил свинью то есть я конкурент который говорит да нет что вы у меня другой товарный знак правда это трудно отличить то есть я недобросовестный конкурент теперь Ваша роль Яна Михайловна ничего страшного вы по ходу разберетесь Вы та самая пресса которая стала яблоком раздора что это означает есть такое понятие как заказная рекламная статья вы сталкивались с этим уважаемые коллеги на практике да часто видим разъяснительная статья которая на самом деле является скрытой рекламой она вроде бы даже содержит какие-то аналитические сведения и упоминает конкурентов но в данном случае Яна Михайловна имела смелость сравнить написала статья статью в журнале благофор добавит жару на рынке печей и всех остальных производителей назвала кустарями просто кустари они обречены вот здесь современные технологии очень высокого качества и всячески восхваляет меня Яна восхваляет меня в благофор да благофор а то вы что-то заказали эту статью? я вам заказал конечно вот эта статья конечно добавила масла в огонь потому что таким образом может быть Эльба Владимировна и терпела похищенный товарный знак на каждом изделии но прочитав эту статью с такой неодобрительной оценкой кустарь кустарное производство понимаете и опасайтесь пожалуйста подделок китайских подделок в том числе которые ассоциируются на этом рынке с некачественной продукцией только вот в данном случае показывая на себя вы можете получить качественную продукцию всем остальным можно пренебречь итак как разрешить этот спор Марина Юрьевна сейчас я вам передам слово теоретически изобретатель может защищать свои права на товарный знак в гражданском административном и уголовном процессе в гражданском процессе можно оставить право на патент и например взыскивать платежи вот Ольга Владимировна заключила со мной как с производителем как это называется лицензионный договор Ольга Владимировна у вас есть право собственности не только на товарный знак в виде носорога но у вас также есть патент на печь мы с вами заключили лицензионный договор после настойчивых ваших просьб затем я сделал следующее я перестал вам платить потому что вы ну буквально ничего не делая стали получать зарплату больше чем каждый из совета директоров нашего предприятия больше чем генеральный директор это реальность нет это реальность я просто рассказываю реальность ситуации которая была сработало элементарное чувство зависти и что предложил сайт директору давайте мы внесем незначительные модификации в наше изделие и скажем что мы выпускаем совершенно новое изделие ваше изобретение здесь ни при чем итак уважаемые коллеги всем понятная исходная ситуация давайте уточним и возможные вопросы а кто первый был изобретатель или Василий ну тогда давайте применим вашим ролям вы в этой ситуации первый изобретатель только надо заметить еще очень важное нам не хватает еще одного участника конфликта который к сожалению опаздывает на ярмарке находится но вот второго конкурирующего предприятия здесь нет здесь остались в комнате только изобретатель который собирается выпускать продукцию промышленных масштабов но пока ее выпускают в небольших масштабах как опытное производство представляете себе что такое опытное производство Ольга Владимировна это малый тираж это не серия я же выпускаю серийно и когда вот эту разгромную статью вы прочитали вы потребовали встречи со мной мы встретились в ходе встречи я вам стал жестко диктовать условия прекратите свое производство совсем хотя вы изобретатель но если вы хотите чтобы я вам дальше платил какие-то отчисления но мы же не будем конкурировать с вами что за безобразие почему вы выпускаете то же самое изделие что и я хотя вы поправляете меня но ведь у меня не исключительный лицензионный договор с вами действует что такое исключительная лицензия что такое не исключительная давайте тоже небольшое пояснение исключительная это наверное когда только с вами и вы один можете выпускать то что они изобрели а так получается могут все кто отключит договор да итак применительная к сегодняшнему дню Марина Юрьевна не исключительная лицензия это например лицензия на справочно-правовую систему или на бухгалтерскую программу допустим вы берете бухгалтерию 1С вам дали лицензию пользоваться этой программой но наряду с вами ее может пользоваться я она я вам пользуюсь потому что договор не исключительный вот именно такой договор у нас был подписан с Ольгой Владимировной я не запрещал к условиям договора Ольге Владимировне выпускать изделия ее же то что она изобрела то что она изобрела то что она изобрела она сама изобрела при этом хочет выпускать это более масштабно конечно а вы противитесь этому а я говорю то что она изобрела ну с какой стати мы будем растить конкурентов на рынке вот такая аргументация пошла сложный конфликт а Марина Юрьевна у нас да Марина Юрьевна у нас медиатор который постарается этот конфликт урегулировать и наконец можно конечно опять вспомнить о тех обедах которые мы причинили Ольге Владимировне когда назвали ее производителем кустарем да Ольга Владимировна и кроме того усомнились в надежности изделий которые она выпускают вдруг они взорвутся вдруг они сгорят и так далее поэтому есть претензии к Яне Михайловне что я так написала зачем написала да почему статью разместила по таким условиям даже не назвав ее рекламой а на самом деле это просто очертнение это черный пиар она же честная газета или уже может независимая газета да независимая газета деловое издание не забыть закон о рекламе которые как раз сейчас начинают за этим четко следить да есть даже специальная федеральная служба не забыть не забыть